Бросок, Тайлер вон, вновь бросок, хороший пас, бросок и выручает Андрей Мишуров, вытаскивает шайбу буквально из пустого угла. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в подмосковный город Мытищи, на арену Мытищи, где через несколько минут начнется очередная игра Фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги. Куин Луни Ред Стар принимает омский авангард. 56-й Владимир Ткачев, капитан команды под 19-м. Либер Шулук, 73-й, Михаил Гуляев, 84-й. Это первая пара защитников, и первое вбрасывание остается за Николишиным. През правую фланг идет атака, Локхард по центру, будет бросать штанга, выручает ворота Андрея Мишурова. Опаснейший момент, ну и вот они, быстрые атаки схода в исполнении Куин Луни, мы об этом говорили. Умеет команда контратаковать, умеет терпеть и ждать своих шансов. Выход 3 в 2 получается у Куин Луни. Вон делает передачу под бросок, бросок, и Шайба после попытки 14-го номера летит выше створа. Буше. Ставит корпус, не позволяет Шайбе подобраться. Колину Кэмбелло, Ткачев, убойная позиция. Гол, 1-0. Владимир Ткачев забрасывает первую шайбу в этом матче и прерывает вот эту серию без голов для авангарда. И снова проблемы у Куин Луни пришли через правый фланг обороны, потому что именно там амичи выиграли борьбу за спорную шайбу в углу. Команда Куин Луни Редстар берет тренерский запрос на положение вне игры перед взятием ворот. Ну да, возможно поспешили, мы Ткачева поздравлять с этой шайбой. Дмитрий Беляев. Но вот тут, смотри, шайба еще не за их, а он уже в зоне. Уже в зоне. По идее, да. По идее отмена. Скорее вне игры. После видеопросмотра определено, было положение вне игры, гола нет. Лесли через дальний борт вывел шайбу в среднюю зону. Бросок, Тайлер вон. Вновь бросок, хороший пас, бросок, и выручает. Вручает Андрей Мишуров, вытаскивает шайбу буквально из пустого угла. После броска Лукаса Лохарта будет еще и удаление. У Куин Луни Мишуров уже на скамейке запасных. Любые передачи проходили. И начинали большинство практически всегда с позиционного розыгрыша, потому что Найт всем бросок забирал. Гол, Валентин Пьянов подставляет клюшку под прострельную передачу Гераскина. И шайба влетает в противоход Джереми Смиту в левый от вратаря угол. Были хорошие моменты у Пьянова в предыдущем матче с московским «Динамо». Там тоже выводили его в большинстве на бросок. Но в той встрече забить не получилось. Зато сейчас удалось уже в формате 5 на 4. Герастин не смог закатиться с контролем в зону Куин Луни. Время на бросок еще есть. Но бросок решает забросить шайбу к воротам Андрея Мишурова. И дожидается команды «Сирены» об окончании первого периода. Периода, который прошел в целом под диктовку «Авангарда» по многим показателям. Но вот 1-0. Свое единственное большинство в матче реализовала Сибирь в матче 21 сентября. Но и вот от этого все вот так, знаешь, мало-помалу. И в итоге предпоследний показатель. А сейчас контратакой в меньшинстве. 2 в 1. Чистяков. Бросок и гол. 2-0. Семен Чистяков укрепляет преимущество «Авангарда». Вот такой быстрый контрывыпад. Риду Буше не стал делать передачу. Бросил сам и попал здорово в дальний угол ворот Джереми Смита. Теперь для полного счастья амичам не хватает шайбы в равных составах. Бросок на синюю линию. Мерфи непростую шайбу обработал. Талер вон. Хороший диагональ проходит на райна. Скол и гол. 2-1 за 3 секунды. До появления Игоря Гераскина. Райан Спроу пробивает Андрея Мишурова и возвращает интригу в матч. Во-первых, поперечная передача прошла через 2 клюшки. Такого быть не должно. А возможно, кстати, был небольшой рикошет от Киселевича. Шайба немного изменила направление полета. Здесь встык клюшки пошли. Холодилин вовремя выгодился на 14 номера Куинлуня. Остается шайба в зоне авангарда. Вон с острого угла. И в итоге шайба улетает слишком высоко за пределы площадки. 2-1. Счет не меняется. Поаттыковали ворота Андрея Мишурова в предыдущие 2 минуты. Гол! Дэвин Броссо с пятака отправляет шайбу в дальний верхний угол ворот. И Абросимов шел-то на подбор, да? Думал, что шайбочка вот она. Но нет, Локхард не выключился из эпизода. И далеко от себя шайбу не отпустил. Вообще, классную работу проделал Локхард. Смотри, спиной к партнеру находился. Ну, возможно, так периферическим взглядом увидел красный джерси. И туда, в направлении Броссо, направил шайбу. Закатился в зону авангарда. Остановился перед Киселевичем. Шайбу пытался удержать под своим контролем. Но в итоге она скачила к Владимиру Ткачеву. Тот на Николишина. Николишин налево. И Ткачев вываливается к воротам Джереми Смита. Но в последний момент шайба с крюка у него ушла. Да, как-то далековато шайбу от себя Ткачев отпустил. Хотя передача великолепная из угла прошла. Неудачный пас. И время на атаку еще у авангарда есть. Мартынов бросает. Смит уверенно и грамотно отбивает шайбу в сторону. Панюков получает силовой прием. И на этом все, дорогие друзья. Звучит сирена, которая отправляет команды на второй 15-минутный перерыв. Второй период выигрывает Куин Луинь со счетом 2-1. Здесь небольшая стычка у нас возле скамейки с басных авангарда. Вместе с сиреной по окончании второго периода жесткий силовой прием. А мы с вами давайте посмотрим. Вот здесь Куликов печатывает в борт Джека Родова. Панюков сыпал. А, вот, вот. Там раньше было. Раньше, да? Да, там Панюкову досталось. Он так оглядывался, ждал Ипа перед сменой. И Ип его догнал и на Панюкова набросился. Стар номер 18, зачистщик драки 2-5-10. Команда авангард номер 22, 5 минут драка. А Шулуков первый спецбригаде нет. На синей линии Семен Чистяков. Получает он сейчас шайбу. Качок. На лицевую делает пас. И передача Буше. Гол 3-2. О, Рид Буше тоже прерывает свое молчание. И с близкого расстояния переигрывает Джереми Свита. То, что не получалось у хокистов, а мячей в двух предыдущих периодах, удалось сделать сейчас. Я вот про эту передачу через пятак. Не удалось Лукасу обработать шайбу. Бросок Абросимову принимает на себя бросок. Ингржановский. По-моему, в перекладину попал Денис. Продавливает Зак и Еня. Уходит от Райана Меркли. Смещается за ворота. Бросать не стал. На синей линии передачу сделал Абросимов. С кистей и шайбу в ловушке Джереми Смита. Классный проход в холодильном мы только что увидели. Да, действительно. Ушел от Меркли и сумел найти продолжение. Конио Гуинлуни один гол в большинстве есть. Меркли. Налево. Спроул на пятак. Лохар. Гол. 3-3. 16 секунд потребовалось Кунь-Луни для того, чтобы реализовать численное преимущество. Лукас Лохард. Второе набор на очко в этом матче. Давай отметим Райана Спроула. Стал регулярно выходить на площадку в большинстве. И в какой-то степени выполнял функции Брэндона Иппа в левом круге вбрасывания. Большой дуге закатывается, бросает. И с близкого расстояния Мишуров с двумя бросками справляется Колина Кэмпбелла. Да, классный момент. Тут спасает Мишуров два раза. И с большой долей вероятности основные действия вот этого отрезка игры в большинстве будут развиваться уже в овертайме. Родолд в ближний угол не попадает. И на этом все, дорогие друзья. Звучит сирена, которая фиксирует ничью после 60 минут. 3-3. Меркли. Авангард последний овертайм уступил в матче против Нижнекамского Непхинка. До этого дважды выигрывал бросок Куаруто Мишуров. Отбивает шайбу. Авангард выигрывал, соответственно, у автомобилиста и адмирала. Но это были домашние матчи в гостях. Откладывает шайбу частяков. Длинная диагональ. Муше в центр. Спунер. Бросок и гол! Райан Спунер за 11 секунд до конца овертайма приносит авангарду победу. Броском с неудобной руки где-то между щитков Джереми Смита шайба нашла эту лазейку и заскочила в ворота. Ну и смотрим еще раз за броском Райана Спунера. Да, под опорную ногу, я так понимаю, под правым щитком шайба попадает. Авангард прерывает свою четырехматчевую серию поражений. Да, победа в овертайме. Но тем не менее, Амичи набирают два очка и обгоняют уфимский Салават Юлай в турнирной таблице. Восточной конференции вплотную приближаясь к Челябинскому трактору. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова